Привет, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Вы частенько спрашиваете, почему люди ведут себя очень неприлично, агенты, заведомо обманывая людей, говоря им неправду. И, казалось бы, очевидная причина, почему это так делается, просто потому, что они ведут бизнес и им хочется кушать. Но это только половина правды. Это, может быть, основная причина. Я уже говорил, что бизнес сам по себе дело грязновато. Именно поэтому так много людей пропиталось какими-то социалистическими, а то и коммунистическими идеями, но так оно и есть. Но это не вся правда. Еще очень важно понимать, что сейчас ситуация, когда стало очень тяжело жить. Люди, привыкшие к каким-то тратам, но я не буду говорить, что они будут последний кусок хлеба доедать. Нет, но, понимаете, у людей есть желание выучить своих детей, дать им какие-то дорогие специальности, медика или еще что-нибудь. У них есть какие-то траты, от которых, наверное, можно было бы отказаться, чтобы не кривить душой, но они от этого не откажутся. То есть вот эта вот создавшаяся ситуация, когда стало голодно и холодно этим людям, да, она заставляет людей заниматься вот таким вот негодяйством. Более того, есть агенты, которые сейчас находятся в той же самой России. Поймите, они бы не выжили, если бы не обманывали. Нету возможности победить в честном соревновании агенту, который не находится в Австралии, потому что агент, он не может, в принципе, помочь своему студенту, он не может играть никакой положительной роли, просто потому что он не находится в этой стране. Соответственно, государство австралийское тоже потворствует агентам, в основном миграционным агентам, но, в общем-то, и образователям. Вы же знаете сейчас систему, когда людей заставляют брать образование, подаваться на визу, а когда они приедут, неизвестно. И это обман, который государство создало. Мы же считаем, что государство, оно типа непогрешимое. Вы же сами верите в честность и порядочность австралийского государства. Вы едете сюда, потому что, в том числе, потому что уверены, что австралийское государство не обманывает, а оказывается, обманывает. А вы об этом не знаете или не хотите знать. Ну, так вот оно и есть на самом деле. И это печально, но так оно и есть. И не питайте иллюзий. Государства никогда не было и никогда не будет на вашей стороне. Только если очень хочется заработать денег, очень хочется ваших денег, а вы не согласны на те обманные условия, которые ставят перед вами учебные заведения, агенты и департаменты миграции, а фактически правительство этой страны, только в этом случае у них не остается выхода, как давать, ну, грубо говоря, продавать вам возможности миграции, собственно говоря, за деньги. Вот это вот вся система. И еще, наверное, не очень хорошо мне говорить, как человеку русскому, но все-таки менталитет народов, которые не жили при капитализме и из которых вынесли капитализм, эти народы, когда идут в капитализм, они не имеют никаких моральных стопоров. Вы знаете, здесь учат corporate social responsibility, то есть когда бизнес вообще несет ответственность перед своими клиентами, а в России этого нет или этого практически нет. Мы сформировали менталитет людей, который тоже, я думаю, что разрушался еще во время разрушения Столыпиным общины, и все говорят, что Столыпин был классный мужик. Наверное, был он классный, премьер или Минфин, кем он там был, но он разрушил становой хребет русской ментальности, русской личности. И это была причина, почему против его реформ очень сильно возмущалась, а не какие-то экономические причины, и как бы это такая не очень ординарная была фигура. Так вот, Советский Союз был построен на полном разрушении вот этой вот системы, и, соответственно, мы имеем то, что имеем. Мы такой менталитет имеем, который в бизнесе совести не имеет, и, соответственно, вот эти все четыре причины вызывают то, что люди, собственно говоря, являются в бизнесе лжецами и негодяями. Ну, нравится это нам или нет, это уже другой вопрос, но так оно и есть. И я ответил на ваш вопрос, я думаю. Спасибо.